здравствуйте с вами программа час пик и я станислав кучер наш гость сегодня в великий артист и большой мастер слава полу на самом деле вас знают мои родители я и ребята которые моложе меня лет на 20 которые работают но я предполагаю что кстати они тоже знают они просто смотрят откуда-то из другого параллельного мира сейчас но я предполагаю что все таки вот предположим что есть люди которые вас не знают может быть это совсем молодые ребята и предположим вас бы попросили написать о себе статью в большой советской энциклопедии википедии вот первый абзац кто такой слава полу я сам-то не очень с писанием я всегда прошу друзей вы мне помогите пожалуйста но наверное главные какие-то слова первое слово наверное самого моя главной профессии это фантазер я профессионал то есть наверное один из самых профессиональных профессионалов в мир фантазии тут мои любимые занятия ну потом наверное что клоун который веселит людей особым способом это две главные вещи в том же начинается с и другие вещи фантазеры клоун за полу да может быть может быть еще счастливый человек на самом деле человек на самом деле ну но наверное объяснить что такое счастливый человек в ней у него все тоже самое что у всех только он каким-то путем ухитывается быть счастливым то есть и те же проблемы и те же трагедии это же сложности и упорство и изл ему то есть вся куча всего того что пока сопровождает нас всех в нашей жизни но вот счастливый ухитывается среди этого всего еще быть счастливым. Ну, смотрите, что значит быть счастливым? Для меня быть счастливым значит пребывать в хорошем настроении чаще, чем в плохом. Ну, почему? Мне лирическое настроение тоже, оно не считаю, что... Нет, даже трагическое оно может быть счастливым. Что такое хорошее? Хорошее-то наполненное жизнью. Вот хорошее. Переполненное жизнью. Вот это хорошее. Хорошо. А депрессии у вас бывают? Тоже части нашей жизни. Конечно. Ну, а как без нее? Замечательную. Какую-нибудь депрессию подпустить, потом выбираться из нее, как обычно. Ну, как еще? Ну, то есть, а когда вы находитесь в депрессии, вы счастливы? Да. Я счастлив то, что все-таки при всей депрессии у меня мои друзья, у меня мои близкие, у меня моя публика, у меня мое дело. И депрессия, ну, как-нибудь, уж как-нибудь через нее пропередически очень. Вы понимаете, что для большого количества наших зрителей депрессия и счастье понятия в принципе несовместимы. Если ты в депрессии, то ты не можешь быть счастливым. Если ты счастлив, значит, какая депрессия? Ну, значит, они как-то плоско как-то. Мир-то такой многоуровневый, и ты одновременно живешь во всех уровнях. Здесь депрессия, а здесь радость, а здесь немножечко того всего. Это каждому спектаклю это 10 уровней, а жизнь так 100, наверное. Вот Андрей Макаревич, которого мы уже упоминали до начала нашего разговора, он мне даже сказал, что общаясь со Славой Полуниным, я просто зарядился бешеной энергией, потому что у него не бывает плохого настроения. Такое ощущение создалось у Андрея Вадимовича. Прям совсем не бывает все-таки? Ну, как, я, если что-то плохое, настроение куда-нибудь за угол зайду или в кустик засяду, чтобы не очень остальным-то портить. Пережду, пока у меня там это... Спрятал, пошел опять, все нормально. Как кошки, которые, говорят, когда болеют, уходят в трапку. Надо прятаться, а чего на всех-то выбрасывать? Ну, надо... Ой, заметил, что что-то не то делаешь. Надо прятаться. А вы всегда были таким, или это пришло? Нет, это когда мне сказали, а ты вообще счастливый человек, я начал думать, и вдруг понял, что всегда был счастливым. То есть я раньше это делал интуитивно, а потом сейчас уже делаю профессионально. То есть я просто, когда чувствую, что я не счастливый, думаю, что это болезнь какая-то, нехорошо. Надо как-то лечиться, надо какие-то лекарства принимать, поступки какие-то делать. Поэтому я этим занимаюсь, как занимаются люди, каким-то делом. Вот мое дело быть счастливым. Черт возьми. Вы знаете, по-настоящему счастливый человек, это тот, кого как раз называют просветленными. Я всегда мечтал встретить просветленного человека, потому что даже среди продвинутых буддийских лам, мне честно, таковые не встречались. Вот даже Далай-лама производил впечатление человека, который все-таки периодически сердится, злится. Вы сердитесь? Злитесь? Входите в себя? Нет, конечно. Я ищусь, истержусь, пытаюсь выйти из себя, но тоже невнимательно тут же начинаю с себя. Вот если я что-то такое сделал, потом хожу из угла в угол, зачем же я это сказал, почему это, ну, можно было как-то по-другому. Ну, то есть я себя корю за такие поступки. Для меня это нехорошее. То есть это, если ты выходишь из себя, значит, ты кому-то сделал неприятно, и значит, надо как-то в следующий раз это место обойти. Слушайте, ну, мы сейчас поговорим о том, как вы дошли до жизни такой. Давайте начнем вот просто с того места, которое нас немножко объединяет. Это Новосиль. Это город небольшой совсем. Сколько там человек? Три тысячи человек, по-моему, что живет. Ну, в то время было три, а сейчас-то, наверное, уже все пять, может даже семь. В Орловской области, да, где вы родились. Дело в том, что нигде, я вот читал вашу биографию в разных местах, и, как правило, про биографию начинается «Закончил Ленинградский институт культуры». А что было до Ленинградского института культуры? Вот то самое детство, в котором все начинается, куда все так мечтают вернуться, об этом почти нигде ни слова. Самые яркие воспоминания детства? Просто бесконечные. Это я был в детстве, наверное, был еще раз в десять более мощный фантазер, и поэтому шага не мог шагнуть, обязательно надо было что-нибудь устроить. И поэтому это детство, странно, что никто об этом не пишет. Ну, я сам не написал, значит, некому рассказать. Так вот, у меня просто, первое, это природа, конечно, я просто, ну, так как это маленький городок, это лес с одной стороны, река с другой стороны, и я, наверное, 80% времени проводил в лесу, на речке, домой забегал редко. У меня был список обязанностей, быстро делать обязанности, и бегом туда. И поэтому природа, это все. А для меня, это творчество. То есть, сначала нужно проверить везде, где гнезда, где что вывелось, где норы, где что появилось, значит, потом это самое. прям юный натуралист. Ну, я обожал просто и животных, и деревья. У меня были там фантастические придумки. То, что сейчас называется ленд-арт, я занимался в детстве в мои 5-10 лет. То есть, я строил эти самые, как же это называется, шалаши десятиэтажные. То есть, несколько сосен, и значит, один слой, второй, третий, или там в этих самых снегах рыл, туннели, делал целые города, или делал рогатку четырехметровую, значит, шапку свою привязывал и светлое, значит, пулял нас через... Огромное количество инсталляций, перформансов, ну, это было моё детское удовольствие, забавы. А потом, чуть постарше, дом пионеров, и вообще, это весь мой мир, там удивительно. И там каждую неделю обязательно праздник. Я должен был устроить праздник, свет из-под стульев, значит, всё разукрасить, все стены, и так далее. Мы там, два-три человека, нас, и мы держали в весёлых руках, вообще, всё вокруг. А как относились к вашим чудачествам или праздникам окружающих? Потому что я всё время вспоминаю, вспоминаю Шукшина, и вспоминаю, как он лодки пытался перекрасить для того, чтобы детей привлечь, а ему били за это по рукам, потому что всё должно быть однообразно. Всё-таки это советская провинция. Ну, как-то у меня вот у него трагически у него сложилось, как-то, не знаю, у меня всё-таки лучше. Ну, хотя, даже родители чуть, это самое, в каталажку не посадили, когда я, это самое, забор повалил, значит, окружал там, школу механизации. Не любил я заборы, я валял все заборы, вообще, любил свободу, это самое. А что значит, повалили забор? Ну, забор взял, раскачал и повалил, потому что там была такая горка прекрасная у нас, значит, это самое, смотреть на реку. И, значит, начали там школу механизации, они построили забор, и наше самое прекрасное место, куда мы все с ребятами бегали, значит, смотреть на горы, на это самое, на бескрайние просторы Орловщины, они поставили этот забор. Вот мы раскачали, значит, и повалили, и чтобы сидели, значит, смотрели на закат. Ну, у нас, значит, у нас там мы маленькие, а родители, значит, сразу в милицию, там, разбираться, там, и так далее. Ну, таких историй было куча, я все испытывал. Я не мог купить игру, там, хотя у меня мама и папа были продавцами в игрушечном магазине. Я провел часть детства на прилавке, играю во все эти стуки. Но я любил сам делать. Домой приду, прочитаю книжку про какую-нибудь Пиноккию, начинаю, значит, делать его приключения, игру специальную. Два шара сюда, слетел, и так далее. То есть, у меня была куча игр, сделанная мной самым. Ну, конечно, я испытывал батискав, там, с кошкой, и так далее. Еще раз, слушай, батискав с кошкой, это правда интересно. Бочка, батискав, кошка опускается. Куда? Бочку, батискав куда опускается? В воду. Ну, правильно, секундочку, вы из бочки сделали батискав? Вот бочка, это море, кошка, значит, в банке, значит, опускается. В банке? Ну, конечно. Что за банка должна быть? железная банка, непроникаемая. Ну, не трехлитровая стеклянная, нет? Ну, в общем, стеклянная бывает. В общем, это достаточно критические были вещи, но, например, я залез на какое-то огромное дерево, там, не знаю, невозможной высоты, и забрал там орленка, значит, перетащил себе домой, значит, и посадил в курятник. Значит, потом отец приходит, а все куры лежат. Значит, вот такие вот эксперименты, они были бесконечные просто. Вложитель лежат, в смысле? А он маленький, хотя, ну, всех кур, это самое, значит, решил жизни, значит, это самое, хотя орленок еще... А вы были добрые, юные натуралисты, смотрю, эту кошку утопить, значит, твой орленок. Я не топил, она жива, здорова у меня. То есть кошка... Ты слышал, это самое, Гагарина тоже в батискафе гоняли вокруг земли, вот у меня те же самые, значит, все эти истории были. А какой был самый безумный поступок? Да я думал, что это просто была безумная жизнь, безумная жизнь. Ну, надо было испытать все. Хорошо, а было что-то, против чего, ну, не знаю, родители, те же самые, учителя выступали достаточно жестко? Конечно, конечно, ну, а как не в жестко? Я пойду, бывало, это самое, вот там у нас Орловщина, это самое, как же это называется, Курская дуга, там же на каждом, там самом, метре и килограмм, значит, снарядов можно там накопать. Ну, и сделаешь там какой-нибудь такой заряд специальный, спичку там по этому гильзе, туда порох, значит, это самое, и, значит, ты кидаешь, развлекаешься, взрывы такие, ну, это вот только хлопок и все. Слушайте, ну, я не знаю, ничего счастливого, но то, что вы везучий человек, сто процентов, я вам смотрю, у вас ничего после этого искусственного нет. Я главное выбрасываю через, я это рассказываю, меня же дети же слушают, они тоже начнут. Я, может, мне не... Там нормально, там уже ничего не осталось. Я вот просто, я расскажу после вас, еще были мы, через 20 лет. Выбрасываю такую штуку, значит, всех, все радуются, значит, всех я это самое радую, и вдруг прибегает в замочек, у меня надо мной разорвалась бомба. Я, говорит, шел как по улице, завернулся за угол школы, и надо мной разорвалась бомба. Ну, это все у нас, все хлопушка, значит, это самое. Я выкрылся в окно, я не знал, что там человек идет. Вот такие были очень сложные опыты, испытания. Я прошел очень сложные, значит, мне нужно было испытать вообще, как мир устроен, и какие интересные вещи в нем можно делать. Хорошо, но, знаете, когда говорят про детство, то непременно, особенно психология уже 20 века, она считает необходимым вспомнить печальные моменты из детства. Трагедии, драмы какие-то, которые повлияли на будущую взрослую жизнь. Было что-то такое ужасное? Быстрые драмы проходили быстро. Ну, спрятал я, то самое, дневник под шкаф, когда двойку получил. Потом отец нашел, выпорол меня. Ну, драма, трагедия. Ну, это ерунда, ну, какая-то драма, трагедия. Я, мне кажется, посерьезнее, там, девочка отказала, там, не знаю, полюбила другого. Ой, вот у меня была очень красивая, романтическая история. Я влюбился, как положено, в нужное время, там, сколько там мне летом было, 10, 15, не знаю, 15, наверное, когда влюбляюсь. И, значит, как выбрал себя, кого я должен влюбиться. Ну, вот, значит, вот влюбился. И, а так как я был такой тихий, при всем при том, очень стеснительный и так далее, я не смог подойти и сказать и так далее. Года три. И все эти три года я каждую ночь, летом, приносил ей на подоконник, клал цветы. То есть, все вокруг эти сады были мной оборваны, и все гладиолусы, эти гергины всегда лежали у нее на утром, наверное, на подоконнике. Вау. А где она сейчас? Живет здорово в Москве. Вы, чем закончился ваш роман? Ничем. Я так и не сказал ей. А она, типа, так и не знала. Не знаю. Кто ее приносил сюда? Не знаю. С учителями были какие-то споры, конфликты? Да нет. Пантазеров, что я говорю, либо у Ардика повезло, но пантазеров не любят. Я старался не идти на конфликт. Хотя меня всегда пересаживали на первую парту, потому что иначе, значит, там начинался шурум-бурум в конце этого самого класса. И поэтому я всегда почти сидел на первой парте и отвернутая голова туда, потому что все хохотали все время. Потому что я развлекал. Ну и все время полонин, полонин. И каждый третий раз меня с урока выгоняли, и я провел часть школы на спортивной площадке. Вот это я вот помню. Одиночество на спортивной площадке. Это вот мое любимое было развлечение. Слушайте, а был какой-то момент в детстве, когда вы для себя четко определили, чем вы будете заниматься в жизни? Вот сейчас, когда вы говорите фантазер-клон. Ну да, да, да. Это точно сразу. Я помню, это я посмотрел фильм Черли Чаплина «В новогоднюю ночь». Фильм назывался «Малыш». Это самый великий его фильм. И вообще такое одновременно трагически невозможно и веселый, и фантастический. И мама выключила телевизор, потому что пора была спать. И я проплакал до утра и понял, вот я хочу быть так же, такой же мир, такой же мир движения, страстей, радости, горести и все это. Ну вот я понял, что я клоун, я хочу быть клоуном. И уже написал сочинение через там пару недель, значит, что я хочу быть клоуном. Вот с этого все началось. И через месяц уже, значит, я уже ходил в это в шляпе, башмаках, значит, по школе. И на всех, теперь уже с этого момента, на всех праздниках обязательно я выступал на сцене в каких-то комических миниатюрах. И это, значит, уже все... Аполлонин будет выступать? Аполлонин. А началось с того, что я начал петь, значит, таким пронзительным голосом в хоре, солистом. И так смешно это пел, значит, что мне, значит, вся деревня моя, значит, начала дразнить. Куда я не иду, мне начинают кричать припевы из этой песни. Какой песня? И комочки мои будущие, и кочки там-то. Какая-то такая восточная, какая-то это самое. И я, значит, пролезительным таким голосом перещал в этом хоре. Ну, смотрите, если честно, я не так много встречал в жизни клоунов, но имел честь и с Юрием Никулиным пообщаться и еще с несколькими менее известными представителями вашей профессии. И мне всегда поражало, что действительно это не миф про то, что клоуны в жизни довольно сложные и часто грустные люди. И, собственно, Никулин был, наверное, единственным исключением, потому что все остальные, вот они действительно в жизни были достаточно сложными и непростыми. Они не хотели не то, что смешить, они были склонны говорить о более серьезных вещах и так далее. Я понял, что вот сейчас кого не спросите, например, а вот как вы думаете, клоун, он на самом деле, все скажут, не клоун, он в жизни, скорее всего, человек тяжелый. Вы, ну, я не знаю, либо гениально притворяетесь, либо на самом деле, во что я верю, на самом деле, правда, научились быть счастливым, что очень круто. Люди, которые вам встречались по дороге, вот те самые, у кого вы учились? Или вы учились только у пространства, у мира? Вот, кого вы можете назвать своими учителями? Понятно, Чарли Чаплин, а еще? Нет, ну, я поехал же сразу после школы в Петербург, потому что понял, мне там нужно для того, чтобы научиться этому, куда я хотел пойти, надо идти искать учителя. Приехал в Питер, начал искать, сначала в Москву поехал, в церковое училище посмотрел, нет, моего учителя там нету, поехал в Питер, опять моего учителя там нету, ну, в конце концов, просто стал заниматься в студии, где не было учителя. То есть мы сами собрались и начали сами, но у нас были эти самые, как бы наши идолы, это Марсель Марсо, Чарли Чаплин, Леонид Ингибаров, и потом я начал знакомиться с великими просто, и ходить за ними, это хвостом, Рлан Быков, Юра Никулин, за Марсель Марсо я все время чемоданы таскал, и как только он приезжал, он пять раз приезжал при мне в Россию, я всегда у него сразу ассистентом прибегаю тут же на вокзал, встречаю его, и потом таскаю его чемоданы и, значит, свечу, фолоспотом, значит, прожектором, значит, на его спектаклях, и потом приду уже к нему, и он расспрашивает, а как что-то сегодня понравилось, там, и так далее. Потом то же самое с Райкиным, как просто влюбился в этого супермастера, нереального просто артиста, и не пропускал ни одного его спектакля, и все время пропадал все время на его спектаклях. То есть я просто, и Рлан, конечно, просто фантастическое просто существо, Рлан Быков, это просто мой папа еще один. Рлан Быков, значит, получает папа, Никулин папа, значит, Марсин Марцов папа, Райкин, ну, у меня десяток пап, которые помогли мне понять этот мир. Все это как-то с точки зрения современной морали политически некорректно и гендерно неравноправно. А хоть одна женщина была среди вот людей? Ну, среди вот этих клоунов было мало женщин, хотя я, конечно, это самое, ну, сейчас, например, друг с Олей Волковой, это просто фантастическое, ну, значит, даже не фонтан, это, наверное, как называется, это, как из-под земли, вот эти, вулкан, это энергии, радости, жизни, смеха, ну, это невозможно, от нее, ты устаешь, через пять минут, уже, Оля, хватит, не могу больше смеяться. Такие есть, ну, люди нереальные, среди женщин то же самое, просто в то время, значит, вот такие были лидеры, это самое, я вот ходил за ними. А вот эти люди, ваши учителя, по большей части, они были легки в общении в жизни или трудны? Нет, не трудны. Они были так страстно заняты своим любимым делом, и все, что им помогало в этом деле, они сразу принимали и становились как бы открытыми. То есть, если бы, наверное, ты попробовал им мешать в этом деле, наверное, было бы трудно с ними. Но так как я уже во всем помогал, поэтому все было очень, очень легко. Совсем недавно вычитал Хамигуэ одну фразу, что вот есть люди сложные в общении, и с ними сложно. Но потом, когда они исчезают, то выясняется, что без них сложно. А бывают люди предельно легкие, с ними легко, но потом они исчезают в твоей жизни, и ты не замечаешь. Вот с этой точки зрения, был в вашей жизни человек, с которым все-таки было трудно, но по которому вы очень сильно скучаете? Да нет, наверное, художники, они все трудные. Они, среди них, наверное, легких-то нет. Но это не значит, что в этом есть какая-то... Ну, да, надо искать правильную это самое систему, как колесики, чтобы одни колесики с другими сошлись. Ну, нет, не знаю. Не знаю. Нет, наверное, мне как-то повезло. А я, наверное, сторонюсь, я, наверное, сбегаю. Когда я чувствую, что это негармонично, я, как вода, протекаю сквозь и ухожу. То есть, я никогда не иду на сопротивление, я никогда не сталкиваюсь ни с кем. Я всегда ищу гармоничную среду, которая со мной в одном, в одной, в тоне в одном существует. И тогда мы взрываемся и взлетаем. Потому что, если, ну, наверное, есть разные люди. Кому-то нужна энергия столкновений, вышибания искры, каких-то поисков и так далее. А я вот другой. Я ищу, где мне в идеальной, в гармонии. И там сразу начинается. У меня потрясающий был партнер, Саша Скворцон. До сих пор живет, прекрасно работает. Но мы с ним провели 15 примерно лет вместе. И когда мы, вот мы были такие, он такой, я сякой. И когда мы соединялись, просто возникал взрыв. В ту же секунду фантазия удестерялась. Вокруг сразу 20 человек сидит, хохочет. Ну, то есть, идеальный партнер, который вообще... А так, вроде мы рядом, ну, ничего особенного каждый собой не представляет. Смотрите, Чарли Чаплин работал в разных странах мира, прежде всего, в Америке. Были артисты, которые работали в авторитарных режимах, потом оказывались в тех же Соединенных Штатах. Вы и все эти люди, о которых вы говорите, работали в Советском Союзе. И Советский Союз, с одной стороны, был, ну, такой очень плодотворной средой, потому что выросло очень много, очень сильных и ярких артистов. С другой стороны, система, которая, вроде как, инициативу должна была губить и давить. Вы для себя когда-то делали такой осознанный выбор, типа, я, в принципе, никогда не буду заниматься политикой, буду сторониться политических тем, буду чушь политической сатиры, ну, просто с тем, чтобы лучше не касаться всего этого. Ну, наверное, я все равно то же самое делаю, только по-другому. Потому что, если Дуров, например, выезжал в Одессе на Зеленой Свинье, потому что фамилия губернатора была Зеленой. И сразу же его выгоняли, это самое, из-за этого города, он больше там никогда не выступал. Ну, есть и такие клоуны, это их, их будь. У меня таких вещей никогда не было, но все равно я все те же самые смыслы, которые я имею по отношению к миру, я их выражаю, я их выражаю особым способом. Он такой сказочно-фантастический вновь слово нельзя, которое я как бы подарил России. Не существовало слово зя, я подарил слово зя, появилось в России слово зя. И в нем все, и философия, и психология, и игра детская, и чего там только нет. Ну, то есть, я всегда искал способ, при котором, ну, как называется, если ты становишься любимым ребенком нации, то тебе разрешают намного больше, чем если бы ты был, как называется, с пальцем указывался. Райкин говорил, если ты хочешь кому-то что-то сказать, покритиковать, или что, этот самый, ты должен болеть за, вместе с ним болеть за это, ты должен больше, чем он, болеть про эту проблему. То есть, Райкин никогда не критиковал, он всегда переживал, что если вот что-то не так, и почему псевдот такой был, потому что для него это каждая его вещь, она была вынута из его сердца, то есть, не можешь ты быть сатириком, который со стороны говорит, вот у вас это плохо, ты можешь только вместе с ним, переживая это, искать решение этой вещи. И вот для меня это как бы его Райкинский подход, он мне самый близкий, поэтому я таким способом делаю. То есть, все, что я делаю в социальной сфере, это особые притчи, которые я как бы даю намеки на главные болезни времени. Смеяться можно над всем, или есть вещи, над которыми смеяться нельзя? Вот опять, это вот все рядом, это все рядом находится, нельзя с позиции сверху, или с позиции со стороны, нужно смеяться вместе, то есть, ты должен быть вместе с тем человеком, ну не знаю, с тем объектом, над которым смеешься, то есть, вы должны вместе над этим посмеяться. Это другая, другая совсем принцип отношения к вещам. Понимаете, почему я спрашиваю? Вы работаете, живете в том числе во Франции, и вы знаете прекрасно Шарли Эбдо, или, например, все истории, связанные с Шарли Эбдо. И мне кажется, это один из главных вызовов нового времени, когда сталкиваются представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, политкорректности, что можно одним, нельзя другим, и, в частности, после трагедии связанных с Шарли Эбдо возникло много черного юмора в интернете. Ну, в частности, такие фразы, типа, если ты посмеешься над гомосексуалом, то ты гомофоб, если ты посмеешься над женщиной, то ты мужской шовинист, ну и так далее по списку, да, а если ты посмеешься над евреем, то ты антисемит, а если ты посмеешься над сотнями миллионов мусульман, то ты продвинутый молодец. И именно поэтому я спрашиваю, есть все-таки вещи, над которыми вы себе не позволяете смеяться? А в моих вещах вообще нету, чтобы я смеялся над кем-то или над чем-то. А то, что я делаю, не связано вообще с этими вещами. Не знаю, я никогда не пытался осознать, что я делаю, но все-таки это разные миры. Потому что я, не знаю, я влюблен в эту жизнь. Мы над чем-то работаем. Мой партнер говорит, ой, вот здесь не получается, здесь не получается, это надо еще переделать, и это вообще плохо. Я говорю, слушай, сегодня такая вещь замечательная, мы же нашли вот такую потрясающую штуку. Она же великолепна, она потом начнет расти, расширяться, постепенно вытеснит все, о чем ты говоришь. Зачем нам думать о том, что плохо? Давай сделаем что-то хорошее. Оно, вот оно, раз появилось сегодня, поймай ее и начни ее расширять. Смысл моей жизни и всего, что я делаю вот таким, создание гармоничных миров, создание маленьких оазисов, создание до максимума. Я вообще не хожу в ту сторону. У меня дома никто не говорит о плохом. У нас как будто весь мир радужный. Почему? Не потому, что он действительно весь радужный, он достаточно сложный, но мы создаем идеальные возможности человеческого общения, человеческих отношений и так далее и максимально стараемся их расширить в этой вселенной. Мы вторая половина этого, как называется, этих весов, которая дает миру надежду. Макаревич тот же самый, Андрей Вадимович, говорил о том, что у вас есть чуть ли не список, к которому обращаетесь каждый день и в этом списке дела на день. Если вы что-то можете не делать, то вы просто вычеркиваете и не делаете. Соответственно, как это сочетается с той бешеной деятельностью, которой вы занимаетесь? Вот вы сегодня утром проснулись, у вас в списке прийти, дать интервью о RTVI. Как вы определяете, делать или не делать? Если мне хочется это делать, я это делаю. А если не хочется, я это вычеркиваю. А откуда вы знаете, вот вам хочется или не хочется? Вы же не знаете. Неужели ты не замечаешь? Вот туда хочется идти, а это хочется посидеть, а ты на диванчике. Это так просто. Нет. Там, где ты обещал, это для меня слово называется хочется. Если обещал, значит хочется. А если не обещал, тут подумай. Может быть, а может и нет. То есть есть какие-то вещи, которые входят в понятие человеческих правильных отношений, и они тогда и считают, что это то, что обязательно хочется. А если ты не дал еще обещание, если от этого не зависят другие, это самое, других людей, их какие-то сложности в жизни, то ты свободен. И поэтому получается в списках этого всего, всего-навсего, сделай только это, это можешь спокойно отказываться. Но ты же, тебе так хочется всего сделать много. У меня по 20 пунктов, которые я хочу сделать в день. Я не знаю, конечно, до половины хотя бы доходишь, и то уже здорово. Ну, то есть, я начинаю всегда 20 проектов, если один-два из них получаются, я уже счастлив. Остальные провалились, ну, черт с ними. У меня до два, у меня хорошее настроение. Ну, то есть, у вас в жизни есть проекты, которые вы хотели осуществить, и они не осуществились? Конечно, куча. Они ждут в очереди, когда-нибудь, ага, не значит не время. Потом он пришел, говорит, а я вот же почти готов. Я говорю, ну, хорошо. То есть, бывает, проектам нужно лежать годами по 10-15 лет, чтобы потом просто одним движением они осуществились. А бывает, когда делаете и просто не получается? Конечно. Или все, за что вы берете, получается? Нет, нет, большинство не получается. Но так как я беру много делать одновременно, то мне всегда что-нибудь получается. Хорошо, переформулирую. Когда беретесь и проваливаетесь, ну, то есть, очевидно, не получилось не то, что не успели, а просто получилось плохо и, грубо говоря, облажился. Понятно, не бывает плохо, потому что сам процесс, заниматься этим делом, это уже хорошо. То есть, не надо ждать результата, надо процесс, ну, как, обожествлять процесс. Главное в жизни, это не то, что ты в конце концов делал, а то, что ты этим занимался. Вот я мечтал вот об этом, и вот я же целый день мечтал, потом с друзьями фантазировал, потом еще что-то еще, и, значит, процесс принес мне столько радости и моего роста, и развития, им кому-то что-то дал, и этот самый, и, значит, в этот момент я был счастлив, и я сделал очень важное дело. А то, что финала не было, ну, ну, что? А зачем тебе обязательно финал? Ты был счастлив в этот момент, когда делал? Есть фантазии ваши, фантазии, до которых, по вашему мнению, общество, мир просто еще не дошел, не дорос? Нет, ну, какие-то вещи, я знаю, что я примерно на 15 лет опережаю своих, как бы называется, ну, то, что происходит в моей профессии, да? В моей профессии происходят какие-то процессы. Я вижу уже какие-то вещи, которые только через 15 лет станут достоянием всех. в моей профессии. Я вот ими занимаюсь, да? Это самое... Как ты сказал еще раз вопрос? Есть ли фантазии, к которым мир не готов? Да. Не потому, что не готов. Сегодня он, ну, да, ему это и пока не нужно. Ну, то есть, ты что-то сделал, и люди потом приняли через какое-то время. Но это не значит, что в этом есть какая-то раскосец. все вещи, которые ты начинаешь сначала, они большинство еще не, не всеми могут быть осознаны. А пример можете привести из прошлого? Ну, не знаю, мы, ну, клоуны, они как дети, они же как мембраны. Поэты тоже как дети. Они просто слышат вот эти, как бы, звучания, звучания мира. но это еще неосознанное звучание. Это, как в моей книжке, я, кстати, сам, это самая мечта, это предчувствие. Есть не что-то неуловимое и непонятное, это просто предчувствие тех вещей, которые скоро станут реальностью нашего мира. То есть, все наши мечты, это просто вот ты попадаешь в это, в какое-то место. И они, естественно, на первом уровне никто не не очень. Когда мы с Сашей Скворцом начинали делать наши всякие миниатюры, ну, смеялись только наши друзья. А когда мы выходили на сцену, и самые большие начальники говорили, ну, что это ерунда, это какая-то как будто это самодеятельность студенческая. А Райкин сказал, подожди, не спешите, это самое, он тоже был в начальстве этого конкурса. Может быть, это какое-то новое слово, которое мы еще с вами сегодня не знаем. Давайте все-таки дадим хотя бы второе место этим ребятам. Первое, конечно, должно получить красное знамя, а второе пусть получают вот эти люди, которые неизвестно, что делают. Но вы посмотрите, что с залом происходит. Зал весь лежит. То есть, для нас это самодеятельность, а зал почему-то это так оценил совершенно по-другому. Ну, то есть, многие наши вещи, которые мы начинали делать тогда, это самое, еще Корцевыльченко, начинали в то же время, что и мы, значит, с Сашей Скворцом, я называл это экспрессивным идиотизмом. То есть, энергии, мы выкладывали такое количество, что профессионалы говорили, вы глупостью занимаетесь, у вас на одном сантиметре пять трюков, достаточно один трюк на сантиметр, чтобы держать публику в это самое, в напряжении. А мы говорим, мы не можем, мы захлебываемся от фантазии и радости жизни, как мы можем на один сантиметр давать только один трюк и так далее. То есть, есть какие-то вещи, которые сегодня еще не, как бы, ну, обычными людьми или профессионалами еще не воспринимаются, но это есть предчувствие будущих шагов. Мистики, просветленные, представители всех религий, неважно, христианство, буддизм, учений, даусизм, там, ислам и так далее, суфи, говорят о том, что одна из самых главных задач человека это стать таким же непосредственным и свободным, как ребенок. И вот об этом говорят, это повторяют, психологи советуют, как разбудить в себе во взрослом ребенка, но между тем я смотрю на детей, вспоминаю себя, у меня даже было очень классное детство, но все равно я не могу сказать, что ребенок всегда себя ощущает счастливым. Ребенок часто себя ощущает недовольным, обиженным, у него просто очень быстро меняются эти состояния. Вы согласны с этим тезисом про разбудить в себе ребенка? Ну, это обязательно. То есть, вообще, все мое творчество в конце концов я разобрался, что оно все там и находится. То есть, ухитриться, это состояние детства продлить на всю жизнь, это и есть главная задача вообще человека, потому что через это он может стать постоянно большей частью счастливым, чем он в другом варианте это бы сделал. Ну, то есть, детство это ключик, потому что мы в детстве еще не мозгами, всем стихийным существом, мы часть мира, а потом мы от него отрываемся и начинаем мозгами выправлять, где его догнать и как с ним сгармонизироваться. А он в гармонии живет, ребенок с миром. И поэтому, конечно же, я, например, до сих пор ребенок, точно мои реакции сегодня и реакции моего детства одинаковые. Я так же впечатление, обязательно участвовать, что там интересненького, отдать, попробовать. То есть, я весь живу в полном мире, я не даю мозгам своим оседлать меня и заставить логически подходить к вещам и так далее. Я все время балансирую, я стараюсь находиться в этом балансе. Конечно, детство есть идеальная учитель нас в нашем пути жизни. Детские мечты исполняй, исчисляй и будешь счастлив всю жизнь. То есть, нужно быть либо ребенком, либо сумасшедшим, либо пьяницей. Да не ребенком сумасшедшим, а брать у них то, что они могут тебе дать. Они учат тебя. Ну, как меня, я бы начал преподавать, хотел начать преподавать в ГИТИСе и написал, значит, вот то, что ты сказал, значит, давайте учиться у, значит, сумасшедших, собак, это самое, детей, пьяниц и так далее. Про пьяниц я понимаю, а собака здесь почему? Она, она за своим хвостом бегает с таким удовольствием, потому что в ней тоже есть вот это, ну, как называется, в животных есть естество натуры природной, то есть надо научиться, чтобы природа была, через тебя говорила, чтобы ты не сопротивлялся ей, поэтому это пример привожу с собаками. Ну, конечно, все испугались, что я начну учиться у пьяницы, конечно, не дали мне преподавать, но зря, кстати, потому что у меня замечательные ученики, десяток прекраснейших учеников, которые со мной вместе и отдельно сейчас все это делают. Слушайте, ну, дали-не дали, а вот в ТЭДе, это крупнейшая все-таки мировая площадка для лекторов, у вас есть лекция «Счастье дурака»? Да, «Счастье дурака». Это одна из моих любимейших, что ли, ну, даже не знаю, как назвать, но это урок, это... я не учу, я рассказываю про то, как я добился того, чтобы... как я осознал, как я иду по этой дорожке и достигаю результата. И какие основные рецепты? Понятно, что, еще раз, люди разные, знаете, когда вот, если вас спросят, а в чем смысл жизни, то нужно всегда, мне кажется, уточнять, чьей? Потому что нет какого-то универсального смысла. То есть у каждого человека... Видов счастья миллион. Вот сколько людей, столько видов счастья. Мое счастье не похоже на твое, его счастье на наше и так далее. Потому что один любит вот так посидеть под солнцем, помурлыкать, покурлыкать, другому нужно, чтобы на гору взлезть и так далее. Такие разные счастья у всех. Значит, в чем же она их, как бы, единство? В третий раз, извините, вспоминаю Макареевича. Вот он как раз сказал, что я, говорит, не могу без дела вообще. Если у меня нет чем заняться, я просто схожу с ума. А по луне, наоборот, тут он может просто на солнышке побездельничать и получить от этого грандиозный заряд энергии. Ну, но все-таки я должен сказать, что меня невозможно остановить, если я уперся во что-то. То есть никакими бетонными плитами не остановить мое действие. То есть я могу ни спать, ни есть неделями и то самое, пока не добьюсь того, что я задумал. То есть, но в то же время я вдруг останавливался, говорю, стоп, куда побежал? А к посудистам, ну, это был у меня великий мой учитель, один бомж, который сказал мне всего одну фразу. После того, как я с ним договорился, мы должны встречаться, там, репетировать, и он пришел только через две недели после того, как мы это самое, я говорю, как же, Коля, ну, как же, мы договорились. весна. И это великое просто знание пришло ко мне, свалилось из его, этого просто, я понял, я бы неправильно относился к миру, потому что, вот вместе с этим еще есть весна, и если только это вместе соединится, тогда и начинается гармонизация вообще смыслов этой вселенной. если ты только упираешься и бьешь бетон, пробиваешь бетонные стенки и так далее, добиваешься великих событий, свершений, что-то не то, что-то в мире неправильно, потому что еще есть твои дети, твои друзья, природа рядом, чего только нет в этой вселенной, и что ты схватился за одну веревку и держишься, посмотри, сколько красоты вокруг, нужно ухитриться, все обнять, поэтому, как раз там в моей лекции, когда я говорил, там главные, там 72 правила, и самое главное при них очень четко действующее, первое, делай только то, от чего внутри дзинькает, это просто половина счастья находится в этом вопросе, добиться его не так просто, ответы на этот вопрос, но если ты добился, пол счастья уже с тобой, второе, делай только с теми, кого хочешь обнять, еще пол счастья, представляешь, ты делаешь то, что дзинькает, и с теми, кого хочешь обнять, и полные штаны счастья, у тебя уже, уже дальше никуда плыть, а еще 72, еще 70 вот таких же пунктов, и все, порядок. Ну, кстати, Будда говорил, что если ты можешь наслаждаться ароматом тысячи цветов, зачем переживать по поводу отсутствия одного, это, ну, в частности, на тему потерь, если что-то теряешь в жизни, я все-таки с разных сторон захожу, но мне важно получить ответ на вопрос, вот неужели, правда, вы никогда не испытывали чувства, не знаю, ненависти, крайнего, предельного, отравляющего изнутри раздражения, безысходности, отчаяния, неужели все эти эмоции вам чужды? Да нет, так же, как и все, навряд ли есть такой человек на земле, который вообще в состоянии, наверное, должен быть совсем какой-то отпетый и что-то с мозгами, чтобы такие вещи с ним не происходили, нет, все это обязательно часть тебя, но, я говорю, наверное, главное-то вот ухитриться, имея всю ту же жизнь, которая есть у всех у нас, и при этом быть счастливым, вот это в этом же вопрос, ничего, это не разные жизни, это все такие же жизни, нужно просто, это история про стакан, половина полон, половина пустой, потому что вот здесь находится, то есть, я был в раздражении, я был в ненависти, я был, я везде был так же, как любой человек на земле, просто я потом говорю, что это, значит, это самое, это стакан наполовину пустой, или наполовину полон, значит, от этого зависит, от твоего взгляда, от твоих вещей, ну, пример тебе привожу, наводнение, пришло наводнение на мельницу, там, это самое, у нас проект фантастический, праздник должен быть, это, и все залило, там, все, там, бегают страховщики, там, журналисты, как же, вот, как же это, я говорю, красота-то какая, господи, повезло мне, раз в 150 лет, бывает, я в это время оказался в этом месте, я чудо природы увидел, ну, черт с ними, ну, уплыли бочки, уплыли, там, это самое, ну, живы же все, смотрите, это самое, дети, смотрите, на матрасах плавают, дочка, внучка на холодильнике плывет, смотрите, это самое, выплывает из кухни, мороженое достает из холодильника, это, это смешно, мы сидим по поясу в воде, значит, кофе пьем, значит, подплывает сосед, кофе мы гостите, ну, то есть, это сколько фантастических, нереальных вообще ситуаций, из того, что люди считают горем, горе, это не горе, потеря каких-то, я не знаю, горе, если хорошую книгу потерял, а если горе, просто, ну, там, диван какой-то плыл, ну, какая-то горе, черт и бабушки, ну, есть, был диван, нет дивана. Хорошо, а что делать, если происходит настоящее горе? то есть, то, что горем считают большинство людей, потеря близкого человека. это понятно, это, это, сильнее горе, чем потеря вообще близкого, это ничего не существует. Но вам же приходилось потерять близкого? Конечно, и, это, ну, как, я, например, готов к смерти, я готов, потому что я вот так много уже в этой жизни пожил, и, ну, значит, я уйду, вы же можете меня потерять, мои друзья. Я, я ушел, я был счастлив. Значит, и мои друзья, если только это не трагедия, там, кто-то его убил, или что-то такое, если я просто ушел, потому что пришло время, ну, значит, ушел. Время пришло, я пошел. Ну, как, то есть, даже, вот, условно, мы говорили про наводнение, это одна часть, то есть, мы сказали, что есть огромная часть, горевать по какому поводу вообще незачем. Вторая часть, если даже уход близкого человека, может быть, это нормально, что он ушел, может быть, это надо уже, было вселенной, чтобы он ушел, почему, ну, да, есть жалко, что я не могу с ним общаться, что мы, и так далее, и так далее, но все равно, это часть мироздания, ну, как, мы должны его принять, это часть нашей жизни. Знаете, есть классная такая тема, притча, анекдот поделюсь, когда Гранд Каньон, пропасть, и туристы, экскурсовод, и один из туристов говорит, ой, слушайте, здесь такая ответственная стена, а вот, а если вдруг я упаду? Говорит, если вы упадете, тогда обязательно посмотрите направо, там, говорят, открывается такой потрясающий вид, который вы просто ни с какой стороны больше не увидите. Я тебе скажу, прекрасная ситуация, этот человек, я рад за него, что он рядом оказался и смог такую фразу сказать этому другому, который в это время был обуин страхом, он дал ему, как называется, опору, ну, не знаю, это важно, чтобы такие попадались рядом, которые такие красивые, смешные вещи говорят, это, наверное, клоун был. Как со страхом разбираться? Ой, у меня есть такой спектакль, значит, где время от времени раз в пять лет я начинаю над ним работать с разными моими новыми друзьями, это как раз вопрос о другой стороне жизни, которая нам неизвестна, непонятна, опасна и так далее. Вот эта встреча с другой тайной стороной жизни, я каждый раз прихожу к этой черте, с новой стороны, когда смех и ужас, это, кстати, две самые сильные эмоции человеческого существа, смех и ужас, это как бы, нет ничего сильнее этих двух, все остальные эмоции, это намного были слабые, и вот я время от времени сталкиваю этих двух, я всегда, когда подхожу с очень, как называют, уважительным поклоном к этой стене темноты, никогда не шагаю дальше, всегда только по грани прохожу, но меня интересует этот вопрос, ужас и смех, как они существуют вместе, и, значит, вот поэтому, я, во-первых, я не смотрю фильмов, как это называется, ужастиков, никогда, никогда в жизни ничего не смотрю, просто это, ни одного нет фильма в моей фильмотеке, я, как только включают телевизор там, все это самое, я ухожу из комнаты, то есть для меня вообще этого мира нету, я стараюсь к нему не подходить близко, потому что я знаю, я могу там за той чертой оказаться, я, может, я демон внутри, просто я держусь, пока на этой стороне, но здесь тоже нужны веселые демоны, ну, это и другие демоны, но они в чем-то, наверное, похожи, что-то такое есть у них одинаковое, ну, в общем, ужас, это то, что я хотел бы знать, но боюсь к этому прикасаться. Спрошу все-таки, вы, как вы считаете, потом, после смерти физического тела, что-то продолжается? Ну, было бы здорово, и я поэтому надеюсь, я надеюсь на это, так как мои друзья индийцы очень много нам пообещали, то я, значит, стараюсь держаться, мало ли мне перепадет. Кто верит в Магомеда, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни в что не верит, даже в черт он назвал всем, хорошую религию придумали индусы, что мы, а до конца не умираем на совсем. какие вот самые классные проекты в вашей жизни, профессиональные, которые вы считаете, вот просто люди должны посмотреть, неважно, в записи, если они уже не идут, да, или вот как снежное шоу, которое сейчас идет на Бродвее, которое можно пойти и посмотреть. Ну, а вот как раз мне этот момент жизни настал, мне 70 лет, вот-вот, значит, я решил, нужно как-то сохранить то, что интересненькое получилось, и как-то дать возможность не только тем, кто посчастливилось в этот момент оказаться в этом месте, но и тем, кто не посчастливилось. И поэтому я подумал, надо сделать такое, что-то такое заповедник, где можно во всем этом поучаствовать, даже через какие-то годы. Вот сейчас я делаю для Москвы, значит, уже с правительством Москвы уже договорились, значит, на все лето в музей Москвы, значит, будет огромная выставка вот этих всех моих любимых проектов, потому что я сделал примерно 120-130 проектов, огромных за свою жизнь, и каждая из них, ну, просто чудесен, так, что люди, потом, много-много лет, если кто-то кому-то попал в этот процесс, возвращаются в воспоминаниях, такие, как, я не знаю, там, Караванмира, это когда я собрал 60 театров, лучших театров со всей Европы, и мы от Москвы до Парижа 7 месяцев на 6 шапито, 120 машин, там, детей, 40 национальностей, только детей у нас было, это мы в шапито, там им делали площадки, это самое, и мы по всем столицам Европы прокатились вообще городом на колесах, это самое, или Академию дураков, то есть, ну, уже ей 30 лет, уже 60 великих академиков, значит, находится там, вот мы решили в этом году открыть Академию, раньше она была закрытым клубом, а теперь мы хотим это открыть, вот на этом как раз будет все сообщено, и Конгресс дураков как раз будет, кстати, Конгресс дураков тоже великое событие, мы провели 5 этих самых Конгрессов дураков, это будет 6-й уже Конгресс, это все великие дураки мира собираются на одной сцене, это гала-концерты, потом после него там всякие-всякие дебаты и так далее, потом лицедеи, я опять собрал всех лицедеев, мы поехали в Израиль в этом году, значит, мы восстановили свои лучшие спектакли, то есть все это будет показано вот там во время этого, с Гедоном Кремером мы чудесный спектакль сделали, где там 15 клоунов, 25 музыкантов, ты не пойму, где уже кто, как музыка и клоуна, да одновременно существующий, Гедон с красным носом, играющий на скрипке, бабочка порхающая над ним, ну там удивительно и красиво, фильм «Как стать звездой», где мы как братья Маркс угнали трамваи, на нем, на сумасшедшем трамвае гоняли по Питеру, а потом на сумасшедшем пароходе гоняли по Волге и делали все, что мы хотели, и конечно там чудесные просто куча этих, я все не могу перечислить, ну там вот... Это у нас отдельный час еще займет перечисление, как минимум. Вот на этой выставке можно будет эти вещи посмотреть и поучаствовать в них во всем. Слова. Спасибо огромное за все, что сделали, за все, что делаете и за все, что сделаете. До встречи. Спасибо. Великий мастер-фантазер. Великий мастер-фантазер.